SpaceX провела примерку корабля Starship к ракете-носителю Super Heavy. Tetra Aviation представила действующий персональный электролёт. Disney готовит к открытию отель Star Cruiser для фанатов Звёздных Войн. Arrival впервые испытала электрофургон One с автопилотом без страховки. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, я желаю вам приятного просмотра, погнали! Компания SpaceX провела состыковку космического корабля Starship с ракетой Super Heavy. Инженеры компании впервые выполнили пробную сборку обеих частей единой системы запуска на пусковом столе. Высота общей конструкции составила 120 метров, а вместе с пусковым устройством почти 145, что сравнимо с высотой египетских пирамид. Подъём Starship и его состыковка с ракетой заняли почти полдня, после чего конструкция на какое-то время была оставлена в собранном состоянии. Но корабль продолжал страховать подъёмный кран. Затем корабль был отсоединён от ускорителя. Пробная состыковка была проведена на следующий день после выкатки на стартовую позицию испытательного полигона в Бока-Чика первого полётного прототипа ракеты Super Heavy под индексом Booster 4. Он оснащён 29-ю жидкостными двигателями Raptor и способен поднять на низкую околоземную орбиту 100 тонн груза. У SpaceX пока нет опыта использования подобных многодвигательных систем. Если испытания Booster 4 пройдут успешно, это будет значительным инженерным прорывом, так как обеспечить слаженную работу такого количества двигателей считается крайне сложной задачей. Корабль Starship под индексом SN20, который готовится к совместному испытанию с Booster 4, претерпел существенные изменения. На нём впервые установлены шесть двигателей Raptor, которые должны будут обеспечить достижение орбиты с высотой 250 километров, маневрирование, спуск и контролируемое приводнение вблизи Гавайев. Маск при этом сильно рискует. У инженеров компании пока нет опыта посадки Starship с таким числом двигателей. Все тесты проводились на прототипах с тремя двигателями. При этом только последний прототип удалось выровнять и мягко приземлить. После сборки и разборки системы Starship обе части корабля-носителя ушли на доработку стыковочных узлов. Вероятно, будет ещё как минимум одна примерка. Кроме того, обе части начнут проходить предполётные тесты, ключевые из которых проверка герметичности и тестовый прожиг двигателей. Японская компания Tetra Aviation стала в прошлом году обладателем денежного приза в 100 тысяч долларов за разработку 33-моторного одноместного электрического самолёта типа Evitol MK5, победив в престижном конкурсе летающих машин GoFly Prize, спонсируемом корпорацией Boeing. 32 двигателя, отвечающие за вертикальный взлёт, расположены на крыльях спереди и сзади пилотской кабины. 33 двигатель обеспечивает движение вперёд. Рама аппарата изготовлена из высокопрочного сплава алюминия, а фюзеляж из лёгкого углеродного армированного полимера и аромидных волокон. Представленный прототип уже совершил несколько полётов. Источником питания аппарата является блок батареи мощностью 13,5 кВт-часов. Вес без груза составляет 488 килограммов, а вместе с грузом до 567. Крейсерская скорость MK5 160 км в час. Дальность полёта составляет 160 км на одной зарядке. В планах компании продавать свои машины в качестве индивидуальных летательных аппаратов, для управления которыми потребуется лицензия частного пилота. Цена MK5 пока неизвестна. Ещё одна новость из этой же темы. Авиационный стартап из Южной Калифорнии Pterodynamics разрабатывает уникальный и витол аппарат, многопрофильную модель Transwing. Это аэромобиль, который будет превращаться из квадрокоптера в самолёт в процессе полёта. Стартап намерен коммерциализировать грузовую версию Transwing в 2022 году, а затем перейдёт к разработке пассажирской модели. Сейчас стартап сосредоточен на прототипе Transwing с размахом крыла в 3,5 метра и грузоподъёмностью до 7 кг. Главной особенностью этого аппарата являются крылья, которые складываются вдоль фюзеляжа при взлёте, посадке и зависании. Это означает, что и витол может выиграть от длинных крыльев и улучшенного аэродинамического сопротивления при горизонтальном полёте, сохранив при этом эксплуатационную гибкость на Земле. Компания Disney обнародовала расценки на посещение своего нового отеля Galactic Star Cruiser, созданного во вселенной «Звёздных войн». Чтобы окунуться в атмосферу далёкой-далёкой галактики, придётся заплатить от 4 800 до 6 000 вечно зелёных. Столь высокие цены объясняются тем, что отель по сути является парком развлечений с альтернативными аттракционами. Внутри будет нечто описываемое, как частично живой иммерсивный театр, частично тематическая среда, частично кулинарная феерия, частично ролевая игра в реальной жизни. Полетать в реальном космосе вряд ли удастся, а вот пообщаться с актёрами в облике инопланетян, которые рассказывают истории и выдают квесты, вполне реально. Организаторы обещают, что каждый тур в этот отель будет носить индивидуальный характер. Британский стартап с российскими корнями Arrival, специализирующийся на производстве электротранспорта, провёл демонстрационные испытания своей автоматизированной системы вождения. Автопилот был интегрирован в работу электрофургона Arrival One и протестирован на полигоне, а также в грузовом депо компании. Впервые электромобиль Arrival передвигался без подстраховки в виде водителя-человека. Следующий этап – испытания на дорогах общего пользования. Arrival установила набор программного и аппаратного обеспечения в фургон One в рамках проекта «Робопилот». Разработчики утверждают, что эта инициатива преследует три цели – улучшить понимание рынка, расширить функционал автопилота и повысить доверие общественности к автономным системам. Arrival одновременно работает над всеми пятью уровнями автономности по шкале, сформированной Обществом автомобильных инженеров США. Подход к разработке автопилота и Arrival отличается тем, что вместо картографии и дорогостоящих сенсорных технологий британский стартап полагается на компьютерное зрение. По заявлениям компании, ПО Arrival делает HD-карты и высокоточные GPS-навигаторы совершенно ненужными, даже на дорогах общего пользования. В некоторых случаях компания все же использует карты, но только в качестве дополнительного источника данных при навигации в закрытых помещениях. На этом у меня все, спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Не забывайте оставлять комментарий внизу и подписываться на все наши полезные ресурсы. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а с вами был, как всегда, Андрей. Не переключайтесь. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok